...институтов этого демократического процесса и механизма бесконечно прозападные, североатлантийские элиты не вставляли палки в колеса. Кстати, Франция, Германия демонстрируют то же самое на последних времени выборах федерального и регионального уровня. Победу одерживают те силы, которые выступают за учет национальных интересов своих государств, за учет интересов граждан своих стран, взвешенную миграционную политику, подвергают критике евробюрократию, действующую зачастую по указке из океана. А что такое интересы граждан Европы? Это мирное сосуществование, это экономическое развитие, это предсказуемость во всем финансы, экономика, промышленность, производство, экология, международные отношения. Это все то, за что выступала и до последнего это делала наша страна, даже вопреки, готова была общаться тем абсолютно несправедливым, умопомрачительным, а потом уже и разрушительным тенденциям, на которых основал свою политику коллективный Запад. Давайте вернемся к Австрии. Триумф свободников, которые впервые заняли первое место на выборах, в немалую степень отражает такую буквально усталость избирателей от проводимого австрийским правительством курса в рамках ЕСовской дисциплины на безоговорочную поддержку киевского режима, на участие в антироссийских санкциях, которые наносят ущерб экономике собственной страны ввиду разрушительной динамики вот этих вот санкционных войн, ввиду уничтожения торговых связей с нашей страной. Ведь австрийцы помнят и другие времена. Они помнят времена, когда получали фантастические бонусы от взаимодействия с нашей страной. И они не понимают, почему они вынуждены от этого отказываться. Им же для этого показывают картинку ситуации на Украине, но забывают сказать, кто ее спровоцировал, что за всем этим ставят Соединенные Штаты Америки. Британия в первую очередь, которая уже дергает за ниточки своих натовских сателлитов, а затем уже использует киевский режим. Но сейчас-то правда начинает пробиваться, они в большей степени видят и понимают, что к чему. Поэтому эти тенденции и дальше будут набирать обороты. Так, с нами ли? Или у вас еще есть вопрос? Да, у нас еще один вопрос. Второй вопрос был про совершенный 29 сентября авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Аравских Эмиратов Хартуми. Как бы вы прокомментировали этот удар, в результате которого здание получило серьезное повреждение? Мы комментировали и эту ситуацию, и комментируем каждую ситуацию, которая связана с аналогичным преступлением. Мы решительно осуждаем нападение на эмиратские дипломатические объекты в Хартуме. Мы считаем недопустимыми любые атаки на дипломатические консульские представительства, покушение на их неприкосновенность. Подобные акции, нарушающие базовые нормы и принципы международного права, этим акциям нет и не может быть никакого оправдания. Я хотел бы также подчеркнуть, что в результате начавшихся в апреле прошлого года боевых действий в Суданской столице пострадали издания российской дипломатической миссии. Это тоже не стоит забывать. Спасибо за ответы. Спасибо вам. С нами Лирейтер. Мария Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами. И у нас вопрос, который касается дискуссий о возможном заключении нового договора о сокращении стратегических наступающих вооружений. На прошлой неделе Белый Бум сказал, что он был бы готов начать переговоры с Россией о новом ДСМВ. От комитета пресс-китая нашего президента Дмитрий Песков сказал, что обсуждение нового договора невозможно без... Мне нравится, что Рейтерс считает Владимира Путина своим президентом. Я считаю, ради этого стоило вообще жить и работать. Но ничего, если вас за это уволят, я поспособствую вашей дальнейшей карьере, обещаю. Спасибо, Владимир Владимирович, что вы на меня в красках. Да, форин офису хочется передать большой привет. Так, возьмите себя в руки. Да, возвращаясь к вопросу, президент России Дмитрий Песков сказал, что договор необходим и возвращаться к переговорам нужно как можно скорее, но переговоры невозможны без того, чтобы учитывать статус ядерных, чтобы учитывать ядерные европейские державы. И в данном контексте сейчас такие переговоры невозможны. Вот у меня вопрос, не могли бы остановиться подробнее на... Может быть, существуют какие-то дополнительные камни прескновения для переговоров о новом ДСМВ? И были ли попытки обсуждать эту тему в ходе Генеральной Ассамблеи ООН с Сергеем Викторовичем со стороны западных... Да, давайте мы перейдем к сути. Дело в том, что Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности. А именно на этом настаивает российская сторона и настаивает последовательно. Очень важный элемент — это текущие условия безопасности. И об этом тоже неоднократно российская сторона говорила и разъясняла позицию. Российские официальные лица подробно раскрывали существо этого тезиса и выступали в принципиальном плане за политико-дипломатическое урегулирование накопившихся проблем. И мы также против обособления переговоров от военно-политических реалий. На фоне стремления США и НАТО нанести России, как они формулируют, это стратегическое поражение, вердикально подорвать нашу безопасность, основы для равноправного диалога просто отсутствуют. Для пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишён для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен. На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности в отношении к приуважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных Соединёнными Штатами Америки и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности. Что к этому относится? Прежде всего, это проблема вредоносной экспансии северно-класснического блока на посольское пространство, которая уже спровоцировала немало проблем. И одна из ярчайших — это украинский кризис, который несёт действительно угрозы региональной общей безопасности. Не только нашей безопасности, но и общей безопасности. Да, по поводу ООН нет таких переговоров или таких встреч на эту тему не проводилось. Вам спасибо. С нами ли медиа-корпорация Китая? Да, добрый день, Мария Владимировна. Мы с вами. У нас один вопрос. На днях, ну, в целом, на геносабле ООН, среди прочего, прошла и первая встреча на министерском уровне так называемой группы «Друзей мира». Её посвятили решению украинского кризиса. В ней приняли участие представители 17 стран глобального юга. Так вот, после встречи глава МИД КНР ВАНИ заявил, что все члены «Друзей мира» — это, во-первых, миролюбивые страны. Во-вторых, сама организация — это открытый механизм и платформа, где будут работать гибко, где будут вести инклюзивный диалог и вообще общаться со всеми странами в духе открытости. Вопрос в том, как вы оцениваете создание такой группы и усилия, которые предпринимаются сейчас странами глобального юга в поисках того самого мира. Подробнейшим образом на эту тему говорил Сергеевич Лавров вводе пресс-конференции в Нью-Йорке. Инициатив много. Одна из них приобрела вот такое очертание. Мы с уважением относимся к стремлению стран, наших партнеров, наших друзей, наших союзников к разговорам или поискам возможных путей политико-дипломатического регулирования и глобального их стремления к миру. Теперь нужно, чтобы этот механизм как-то обрел какую-то конструкцию уже действующую, в основе которой должна быть обозначена представителем КНРС Динпином в 2023 году инициатива о анализе и искоренении первопричин, приведших к кризису, конфликту. Это глубочайшая мысль, которая должна найти отражение в деятельности этого нового формата. Спасибо. Спасибо вам. Так, с нами ли известия? Да, добрый день. У нас два вопроса. Первые партии альтернативы для Германии, ультраправая в Австрии, подвигаются каким-то нападкам, проверкам судам. То же самое с партией Марин Липен, что лишний раз подтверждает, что вот эти гонения какие-то они существуют. Почему так происходит? Чего вот этим хотят добиться? И нет ли того, что вот Марин Липен пытается вообще убрать с политической арены? Вы знаете, вообще не в наших правилах комментировать внутреннюю повестку, в том числе внутреполитическую повестку у суверенных стран. Мы делаем это только потому, что она так или иначе касается Российской Федерации, потому что либо правящие круги обозначают Россию в качестве фактора своей внутренней жизни, либо общественно-политические движения в этих странах апеллируют к России или упоминают Россию, российские факторы и так далее. Поэтому только исходя из этого, позволю себе порассуждать на заданную вами тему. То, что у нас нет в традициях комментировать внутриполитическую жизнь в суверенных государствах. Опять же, если только это не имеет к нам прямого отношения. А учитывая, что Запад сам сделал Россию частью своей внутренней жизни, у нас теперь получается такое право есть. Так вот, здесь же все понятно. Здесь как раз то, о чем я говорила, отвечая на вопрос вашего коллеги о выборах, об итогах выборов в Австрии. Когда волеизъявление граждан не может быть в западных странах реализовано в полную силу по целому ряду причин. Первый, потому что не работают демократические институты. Ну, вы же видите, как бы, и вы сейчас упомянули сами. Устраняются политические конкуренты по-разному. Где-то на них совершаются покушения без дальнейшего активного расследования. Где-то их подставляют компрометирующими материалами, которые потом на поверху оказываются фейками. Где-то против них развертывается просто компания такой травли, которая, в общем, похожа на какое-то уже изничтожение, понимаете, информационно-психологическим воздействием. Только для того, чтобы они не стали, эти партии, эти общественные движения, не стали проводником истинных интересов своих граждан. Причем разных интересов. Вы назвали разные партии, у них разная ориентация. Их, кстати говоря, даже по-разному в своих странах называют. Вот вы сказали ультраправые, а кто-то называет по-другому. Но вопрос в другом, что они, и в этом и есть суть демократии, должны предоставлять возможность своим гражданам высказывать точки зрения и делегировать решения своих насущных вопросов политическим детям, за которые голосуют. Этот инструмент не работает. Второй блок — это дичайшая пропаганда, которая буквально замазала экраны всех, с одной стороны, камер, а с другой стороны, телевизоров, которая влияет на подачу информации через теперь уже все средства массовой коммуникации, от традиционных СМИ до новых, так называемых, медиа, и не дает возможности посмотреть на ситуацию объективную. Это еще один сбой вот этой самой западной демократической системы, которая уже выродила демократическую, либеральную демократическую диктатуру. Поэтому вот из-за этого, из-за того, что это, наверное, естественный исторический ход развития либеральной демократии, которая пришла уже к отрицанию всех своих идеалов, и потому что есть намеренность в действиях, чтобы не дать глаз у народа демократическим путем пройти, для этого и предпринимаются такие меры воздействия на общественные политические движения, о которых вы сказали. И второй вопрос по докладу о героизации нацизма. Была ли реакция мировой общественности, и какие шаги намерено принимать Россию на этом фоне? 11 сентября, как вы знаете, МИД России опубликовал очередной доклад по данной теме. Доклад состоит из тысячи, ну практически двух тысяч страниц, тысяча в семьсот страниц он насчитывает. Объектом, фигурантами этого объемнейшего документа стали свыше сорока стран и территорий, в которых в той или иной форме имеют вместо все негативные явления, которые упомянуты в названии доклада, а это героизация нацизма, распространение неонацизма, все виды практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расход дискриминации, ксенофобии, интерпимости и так далее. Доклады были переданы, как в предыдущие годы, в ООН, ОБСЕ, Евросоюз, распространены в качестве документа СССР, вы можете с ними ознакомиться, я думаю, что ознакомились. Теперь, да, естественно, мы видели и репортажи многочисленные, за что благодарим средствам массовой информации. Но вы же прекрасно понимаете, что субстантивные реакции Запад не даст. Он даст только тогда, когда его будут предметно спрашивать журналисты. А вы видите, что они творят с журналистами. Отменяют, отправляют в освоясье, арестовывают, устраивают культуру отмены или просто преследуют всеми способами. Поэтому с инициативой они комментировать не будут, чтобы не привлекать внимание. Вопросы там задавать уже почти некому, они даже по внутренней повестке уже боятся что-то спросить. Но при этом об их реакции на обозначенные проблемы, соответственно, ну и можно сказать, на наш доклад, можно судить, например, по тому, как делегации этих государств голосуют о соответствующей резолюции с таким же названием. Давайте я напомню. Россия совместно с широким кругом соавторов ежегодно вносит эту резолюцию на рассмотрение Генассамблеи ООН. Ведь именно страны ЕС, США, Канада, Британия, Украина, Япония, ряд других государств голосуют против резолюции, оставаясь в меньшинстве, несмотря на всю абсурдность и несмотря на то, что мировое большинство голосует за. В декабре 2023 года за резолюцию проголосовали 118 стран против 49, уже воздержались 14. Против нашей резолюции выступают те, кто, собственно говоря, внутри своих стран и подогревает эти националистические тенденции. Они не называют это прямо поддержкой национализма, ни в коем случае. Они, естественно, не будут признаваться в реинкарнации нацизма, фашизма, расизма и так далее. Но де-факто мы видим ровно то, что и включают в себя эти понятия. Это и прославление коллаборационистов, это и демонизация тех, кто боролся с нацизмом и фашизмом, это и реинкарнация символики, это переиздание запрещенной ранее литературы, это использование всего того, что было много лет неприличным к употреблению в связи с этим нацистским душком. Ну и, конечно, полное, абсолютное, на мой взгляд, самоубийственное стремление коллективного Запада переписать историю Второй мировой войны, убрать из истории победу Советского народа, это то, что хотели сделать нацисты. Теперь просто это делает коллективный Запад другими методами. Отмена нашей культуры, нанесение нам стратегического поражения, так это план ОСТ. Точно так же нас хотели отменить, переписать, переиначить, употребить, а в случае невозможности уничтожить. Просто тогда это назывался план ОСТ Третьего рейха, а теперь это, так сказать, план программы НАТО. Так, если у вас все, идем дальше, с нами Лилен Тару. Да, здесь, здравствуйте, Мария Владимировна. Добрый день. Да, здравствуйте, добрый день. Если можно, мы хотели бы задать два вопроса. Да. Да, первый вопрос. 27 сентября президент Сергий Александр Вучич заявил, цитата, что конфликт на Украине может затянуться еще на десятилетие без надежды на какое-либо регулирование. Мы хотели бы уточнить, как Министерство стран дела России может прокомментировать подобные высказывания сербских властей. Вы знаете, я думаю, что если бы эта тема действительно волновала Александра Вучича, он обсудил бы ее с Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН именно в те дни, когда оба там находились и когда было сделано подобное заявление. Хорошо, спасибо. И если можно, еще второй вопрос. 30 сентября в своем блоге глава европейской дипломатии Жиза Боррель заявил, что призывает страны НАТО разрешить ВСУ наносить удары по российским аэропортам с западным дальнобойным оружием. И на ваш взгляд, почему сейчас данный политик позволяет себе подобные эскалационные заявления на фоне заявления России о красных линиях, о неприемлемости подобных действий? Ну а когда он говорил по-другому? Он же был главным рупором вот этой русофобской пропаганды на территории стран Европейского Союза. Вы вспомните его предыдущие заявления. Он что, куда-то мутировал? Он только укрепился на тех же позициях. Это же его слова про то, что никаких мирных переговоров, только поле боя. Только в бою должно быть определено, кто победитель, кто нет. Это же он все говорил. А что вы удивляетесь, что он вновь повторяет вот эти опасные и безответственные фразы. Он же всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по, так сказать, антироссийской деятельности. Он давно уже перешел все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной. Что он говорит? Я думаю, что много из этого он, в общем, по крайней мере, то, что он пишет. Я не уверена, что он все это читает или одобряет. Я думаю, что это за него пишут. То, что он говорит, это то, что ему готовят. Это не снимает с него ответственность. Это просто говорит, что он стал таким говорящим автоматом. Он абсолютно не задавался вопросом, которым должен был бы, так сказать, задаться. А он вообще от чего имени-то говорит? Если он говорит от имени Соединенных Штатов Америки, так ему, наверное, нужно было занять другую позицию, претендовать на место госсекретаря США. Если он говорит от имени стран Европейского Союза, неплохо было бы посмотреть на опросы общественного мнения. Вот сейчас эти опросы реализуются на практике в виде голосования людей в странах Западной Европы. Если бы он задал себе вопрос, от чего имени-то говорит, я думаю, что он бы понял, что то, что он озвучивает, является пропагандой именно англосаксонских подходов, которые идут абсолютно в разрез интересам стран и народов Европейского Союза. Поэтому, что тут, бесславное завершение карьеры этими последними годами, он перечеркнул все то, что делал. Я не берусь судить о всем его творческом пути, но то, что он его бесславно завершает, это видят все. Спасибо большое. Вам спасибо. С нами Ледомовский пост. Да, да, сегодня два вопроса. Первый. Нет ли диалог между Россией и Белоруссией, а также Россией и государством и Центральной Азии, по вопросам оценок советского прошлого, по отражению в школьном учебнике? Что, что? Еще раз. По вопросам оценок советского прошлого? И его отражению в школьном учебнике? Вы знаете, безусловно, да, конечно. Причем я бы не сужала это только к вопросу учебников, а в целом по вопросам истории и сохранения исторической памяти этот диалог ведется. И в отличие от очень многих стран, которые либо сами стали инициированием переписывания истории, либо стали жертвами подобных влияний и давлений, в отличие от этих стран, Белоруссия всегда отличала бережное отношение к нашей общей истории, к культурно-духовным традициям. Наши братские народы связывают многочисленные, родственные, дружеские узы, память о героических предках, общее прошлое и будущее. Мы ближайшие союзники друг для друга, мы стратегические партнеры, у нас общее союзное государство, мы поступательно развиваем торгово-экономические и гуманитарные связи. По поручению президентов России и Белоруссии в последние годы историки наших стран активно сотрудничают как раз путем бережения общей исторической памяти, борьбы с фальсификацией истории, геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В конце января под эгидой администрации президентов наших стран была создана, как вы знаете, совместная Российско-Белорусская комиссия по истории, она и должна была координировать общие усилия по защите исторической правды, в том числе и в учебной литературе. Есть и ее такой, в общем, рабочий инструмент, это экспертно-консультативный Российско-Белорусский совет по истории. Подготовлен ряд учебных пособий и для школьников, и для студентов, очерки совместной истории истории Великой Отечественной войны, истории белорусской земли Белорусского государства, истории союзного государства. Сообща реализуем инициативу в военно-мемориальной сфере. Как вы знаете, в начале года президенты России и Белоруссии вместе открыли новый мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза в Гатчинском районе Ленинградской области по случаю 80-х годовщины снятия блокады Ленинграда. Отдельный блок работы ведет союзное государство, его секретариат, и отдельная роль здесь, конечно, принадлежит... Продолжение следует...